Привет нашим зрителям! Сегодня жаркий день Я выбрал жаркую тему для записи видео Банковский финансовый мониторинг Мы обещали вам поговорить об этих вещах подробнее Дело в том, что проблема очень актуальна, болезненная для многих Все больше ФЛП, юрлицы и обычных граждан сталкиваются с процедурами Финмона Особенно в последние годы Хотя, сам по себе Финмон в Украине существует уже очень давно Первый соответствующий закон был принят еще в 2002 году Сейчас я перечислю вам 6 важных фактов о банковском финансовом мониторинге в Украине Поехали! Факт номер 1 Идеей Финмона во всем мире является противодействие таким незаконным вещам, как Финансирование терроризма, финансирование распространения оружия массового поражения И противодействие отмыванию преступных денег Но На практике Во многих государствах, в том числе в Украине Финмон вышел далеко за рамки этой своей первоначальной задачи И сегодня является общим механизмом финансового контроля Наведение финансовой, в том числе налоговой дисциплины в государстве Поэтому я часто называю банковский финансовый мониторинг банковскими проверками Факт номер 2 Процедуры Финмона в Украине будут становиться еще жестче Такой вывод я делаю на основе опыта других государств, европейских стран И на основе последних принятых законов о решении в этой сфере в Украине И поведения государственных регуляторов в сфере Финмона Факт номер 3 Обслуживающие банки не хотят заниматься финансовым мониторингом И специалисты отделов Финмона в банках Совершенно не горят желанием кошмарить своих клиентов Заниматься постоянными идентификациями, верификациями Надлежащей проверкой операций Но банки вынуждены это делать под риском крупных штрафов Со стороны Национального банка Украины Четвертый факт Главное правило для бизнеса и не только для бизнеса Относительно процедур Финмона Не попадайтесь Так звучит это правило И это реально, если грамотно планировать свои финансовые потоки Факт номер 5 Объем транзакций, то есть размеры, размер сумм Это главный фактор, который определяет риск столкнуться с процедурами Финмона И второй по важности фактор это характер операций, характер транзакций То есть наличие в ваших операциях определенных признаков, маркеров Которые говорят о том, что эти операции, простыми словами, какие-то не такие И шестой, последний факт Если вы уже столкнулись с процедурами Финмона То есть почувствовали их на себе То есть банк приостановил обслуживание вашего счета И задает вам вопросы, требует документы Вам придется отвечать на все эти вопросы подробно Вам придется подробно описывать характер вашей деятельности Иначе у вас будут серьезные проблемы Хоть и временные, с распоряжением вашими деньгами А в дальнейшем банк может вообще отказать вам обслуживание Пока это все по Финмону Не попадайтесь Успехов вам в работе и в бизнесе